Что это такое? Медаль? Да? Говорю, медаль? Слышите меня, нет? Как медаль прям носите. А зачем? Такая форма, да? Ну что, молчите, я с вами разговариваю. Сотрудник. Ну что, не слышите меня, нет? Вылупился меня и смотрит, и молчит. Граждане, пожалуйста, успокойтесь. Вы ненормально его повышаете. Женщина, вы что хамите-то? Нифига себе. Почему у вас на форме какие-то посторонние предметы? Да что за блогистики такие? Хочу косыночку оденьте, не знаю там. Жалобница? Напишите ваше право. Напишем. Можно ваше удостоверение? Удостоверение, где вам надо, да. Почему? Можно сказать свои данные и показать это. Хорошо, давай. Мы тут уже на значок включаем, а мы на моем исполнении служебных обязанностей. Да чтоб записывайте, мы делаем, мы не делаем. О, У, П, Д, С, ФИО. Считаете? Где он свой значок? Морозов ЮА. Один дневный срок вложились, да и на него был 2 мая. Да, я посмотрел в автор. Вы не знаете своего начальника? Это как так? Или скрываете? А? Морозов ЮА. Адрес кого? Ваше право. Кто старше сейчас на смене у вас находится? Тоже не знаешь? Кому писать не знаешь? Кто старше не знаешь? Почему вы влезаете? Стесняюсь ответить. Потому что мне тоже делать не так. Мы так не делаем. Мы просто не ставим к человеку. Ну что дальше? И что дальше? Он вам отвечает. Дальше то что? Вы хотите с вами адресировать? Да не хочу я с вами беседовать. Это тоже не противный человек. Понимаете? Гнило изнутри. Прям аж воняет. Так и нюхать. А вы тоже не сидите тогда. Противный человек всем присутствующим. А что вы еще не делаете? Идите сюда. Что еще не делаете? А вы что к нему прицепали? К нему пристали просто так. А вы что защитник все ли? Что просто? Что? Защитник этого судьи лоблистого? А если даже да. Так защищай тогда. Так защищай. А что вы тычете? А что нельзя тыкать? Нет нельзя. Я вам запрещаю не обращаться на тык. Судивый писал. Успокойся данного человека. Наряд я не знаю. Вызвать. Конечно, конечно. Вызвать наряд. Да, давай, давай. Морозов. Следственный комитет сразу писали? Мы не в церкви находимся. Мы находимся в зале суда. То есть, мы так что-то будем делать. Мы не правила поведения. И сейчас нарушение ее... Ну, так с ними, может быть, мы отделаемся, скажем так, устным замечанием. Может, нам нужно себя показать перед другими людьми. Морозов. Морозов. Я сейчас заявление подробно по назначению психологов. Да заявите. Вы же второй заявляетесь, а заявить не можете. Да, все. Да, да. Вы же не можете заявление составить. Вы же хотите жаловаться. Пишите. Все составлено, уже подписано. Не знаю, кто адресатомов там будет. Так идите уточняйте. Вы же пишите жалов. Я не нуждаюсь в ваших консультациях. Психологов вам конкретно надо. Серьезно? Нет. Вы, случайно, не разбухалтером? Нет? 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 Юрист? Передугалтер. А пример? Ну, я так и понял, что где-то так около. Да, около. Вам еще до меня еще похадали? Да, да, да. Что-то там почитали, где-то услышали, понятно. Ну, конечно. Вам тогда на председателя суда напишу. Ну, конечно, пишите. Я не с вами разговариваю. А я тоже не с вами разговариваю. С чего вы решили, что я с вами разговариваю? Странный человек. Я тоже любила с умными людьми. Сама собой поговорить. Да это заметно. Конечно. Будете принимать заявление? Да. Не будете, да? Хорошо. Где? Ну, сейчас. А какое заявление, куда пошли подавать? Не совсем понимаю. По этому делу? Нет. Судебный призыв отказал принять, отказался принять заявление на самого себя. Законов не знает. Пришлось ему спуститься на председателя суда. Слушатель паспорт. Дайте, пожалуйста, если хотите быть слушателем, чтобы в дальнейшем мы вас не привлекли в качестве свидетелей этого дела. Я первый раз слушаю про паспорт. Сейчас придет, по-моему. Не знаю. Надо мне паспорт для слушателей. Судина Майк опаздывает в холле. Подождите, пожалуйста, в сторону. Нет возражений у сторон против присутствия? Нет. Открытое судебное заседание. Считаю, что то дело, которое мы рассматриваем, имеет общественный резонанс. Уже не первое исковое заявление подано. Считаю, что должно быть предано общественности. По сторонам разъясняется состав суда. Дело слушается под председательствующим судей Ленчевской прессиклетрии Щебловой. Составу суда сторону доверяют? Слушать отводов не имеют? Доверяем. Доверяем. Нет отводов. Разъясняется право обязанности. Имеет сторону праве знакомиться с материалами дела, делать выпуски из них. Давайте объяснять суду в основной письменной форме. Страна СЦА в праве изменить, точнее, требования отказаться от заявленных требований. Страна ответчиков праве признать заявленные требования. Стороны праве закончить рассмотрение дела с заключением мирового соглашения. Каждая из сторон обязана представлять доказательства об основании заявленных требований и возражений по иску. Также стороны вправе знакомиться с протоколом судебного заседания, в том числе с аудиозаписью судебного заседания, и подавать на них замечания, обжаловать судебные постановления, вынесенные по делу и пользоваться иными процессуальными правами, предусмотренным действующим законодательством. Права обязанности со сторонам понятны? Понятно. Хорошо. Со стороны ИСЦА ходатайства имеются? На данный момент нет. Со стороны ответчиков? Слушатель ведет видеопротоколирование заседания, поэтому прошу убрать телефон с кармана. Я против того, чтобы вывелась видеозапись. Впоследствии использовались мои персональные данные, а именно биометрия моя. Поэтому прошу убрать данный телефон с кармана. Уважаемый суд, я не веду никакую видеозапись. Я сообщил, что ведется аудиозапись. Про вас и речи не шло. У нас есть ходатайство о приобщении с материалом дела наших возражений с документами, подтверждающими наши дом роды. Точно такой же, как и документы все доставляем в стороне. Здесь приложены платежные документы, подтверждающие перечисление денежных средств в адрес ООО «Кристалл». Дальше было получено… Почему… Вот смотрите, по платежному поручению идет перечисление о «всегда да». Что это такое? Это кредитная организация, которая предоставляла денежные средства по кредитному договору. Там оплата была с использованием кредитных средств. Соответственно, эти деньги были перечислены в адрес общества по вот этим платежным поручениям. Дальше от «всегда да» были получены письма о возврате денежных средств, которые были перечислены в связи с ошибочным перечислением. Дальше бухгалтерская справка. Ну, это для наглядности просто было сделано, чтобы было заявление о расторжении договора. Денежные средства платежным поручением 280 и 289 были перечислены в адрес Максименко Елены Павловны Исца. Ну и дальше идут уже наши медицинские документы. Идут соглашения к договору. Скажите, пожалуйста, а вот примерный расчет стоимости тех работ, которые, по вашему мнению, выполнены? Уважаемый суд, есть акт выполненных работ на 22.03. Здесь указание, что выполнено, и указание стоимости работы. То есть, именно эту сумму вы и оставили за собой, возвращая из СУ денежные средства 205 тысяч и 4 тысячи рублей. Все верно, уважаемый суд. 400 рублей, 205, 100 и 400. Ну, данные документы были запрошены судом, соответственно, при проведении подготовки по делу, соответственно. Возражение в письменной форме правой стороны стороне ИСЦА передано, поэтому, полагаем, возможно приобщить указанные документы к материалам дела. Иные ходатайства со стороны ответчика имеются? Нет, уважаемый суд. Значит, в отсутствие не имеющихся лиц стороны не возражаются лучше всего? Нет, не возражаем. Уважаемый суд, поскольку это предварительное судебное заседание, не возражаю, впоследствии будем настаивать на обязательном присутствии в зале заседания ИСЦА, потому что, как уже видно из практики, представитель ИСЦА не совсем владеет информацией. Поэтому, конечно, будем настаивать на ее присутствии. Ну, я полагаю, возможно начать проведение предварительного судебного заседания в отсутствие ИСЦА, соответственно. Докладываются материалы дела, ИСЦА обращается, указывает, что 18 февраля 2023 года был заключен договор на оказание платных стоматологических услуг с ответчиком. В этот же день, 18 февраля 2023 года по кредитному договору по ММТС на сумму 303 373 рубля и кредитный договор САО «Кредит Европа-Банк» на сумму 306 068 рублей 27 копеек. Денежные средства были засчитаны на счет ответчика. 18 марта на основании дополнительного соглашения Максименкова внесла в кассу 273 400 рублей. В указанном дополнительном соглашении идет речь о том, что отменен план лечения от 18 февраля и аннулированы какие-то кредитные договора срок исполнения работы в течение одного года. Прямо вот так и указаны какие-то договора. 22 марта 2023 года истец обратился с заявлением о расторжении договора и, соответственно, возврате денежных средств. Денежные средства в сумме 67 770 41 рубль 64 копейки возвращены не были. Истец указывает, что указанными действиями нарушаются ее права, и, соответственно, просят взыскать указанную сумму с ответчика и взыскать компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Пожалуйста, сторона истец. Хочу обратить внимание на вот это договора соглашения, которым, в принципе, закрывается все, что было до 18 марта, скажем, где отчет начинается с 18 марта и некий план лечения, который подлежит исполнению срока в течение одного года. 18 числа мой доверитель внес в кассу 273 400 рублей в счет оплаты предстоящего лечения, которое не состоялось, потому что 22 числа уже было подано уведомление об отказе от этого договора. Очевидно по документам, что на 18 число со стороны «Кристалл» никаких претензий не было к моему доверителю. Скажите, пожалуйста, вот ваш доверитель указывает о том, что ей ничего оказано, никаких услуг не было. Тогда с какой целью она приходила на прием 20 февраля 2023 года, 16 марта 2023 года, 18 марта 2023 года. Моя доверительница пришла в эту клинику на основании рекламной акции, которую проводила эта фирма. То есть, производились отзвоны по телефону, приглашали на бесплатную рентген, обследование и тому подобное. Тем не менее, факт подписания договора в феврале 2023 года вы не оспариваете. Я как бы начинаю пояснять, я не знаю, зачем меня это явивают, с какой целью. Может быть, я и далека начинаю, но постараюсь сократить. 18 февраля она пришла, там обманным путем, на нее взяли кредиты. Дальше она пришла домой, осознала, что эти услуги ей не нужны. Более того, договор, который там заключается, он является рамочным. Соответственно, осознав то, что вообще непонятно, за что она взяла два кредита, она начала ходить, обивать пороги, чтобы отказаться от этого договора, чтобы ей вернули деньги. В ответ ей начали угрожать, что если она откажется, то они удержат 40% стоимости договора, то есть той суммы, которую она причислила, ссылаясь на пункт 4.8. Соответственно, вот это отхождение было очень длительное время. В итоге она 18 марта для того, чтобы расторгнуть договор, внесла деньги в кассу. То есть оформили это как будто доп. соглашение на какие-то там услуги. Но моя доверительница вносила деньги за то, чтобы расторгнуть договор. То есть она уже пошла на то, что вот это ничтожные условия договора, чтобы вернуть хоть часть денег. То есть она заплатила деньги за расторжение договора. Скажите, пожалуйста, вот в плане лечения имеются подписи вашего доверителя от 9 марта, от 16 марта, от 18 марта. Неужели от 18 февраля, расписываясь в данном документе, ее подпись стоит? Она расписывалась в данном документе за оказанные ей услуги. Согласно договору и тех нормативно-правовых документов, которые существуют, в договоре должны быть указаны конкретные услуги, конкретные сроки, конкретная цена и конкретные виды работы. Подождите, вы сейчас не просите признать договор недействительным, незаключенным или ничтожным? Вы идете по другому основанию. Вы идете по основанию расторжения договора. То есть вы признаете факт его заключения в таком виде, как он был заключен. Уважаемый суд, еще раз обращаю внимание. Тот договор, который заключен, он заключен как рамочный. То есть я не оспариваю, что договор заключен как рамочный. То есть договор о намерениях. Некое лечение на такую-то сумму. Дальше, согласно этому договору, есть приложение. Должен быть конкретный перечень платных услуг. Его нет. План лечения – это отдельная история. Пункт 8.3. Неотъемлемая часть настоящего договора является, среди прочего, там написано, перечень платных медицинских услуг пациента. То есть пока этого перечня нет, этот договор является рамочным в соответствии с гражданским законодательством. То есть здесь не определены конкретные сроки, конкретные объемы, виды работы. Конкретно с моим доверителем услуги не согласовывались. Ни сроки, ни цена, ни тому подобное. Более того, я хочу обратить внимание, что все люди, которые туда приходят, в том числе и мой доверитель, они изначально вводятся в заблуждение тем, что их приглашают на бесплатную консультацию, на бесплатный рентген, на профчистку бесплатную. Но в итоге, под каким-то там непонятным заблуждением, они подписывают договоры, якобы им оказали эти услуги заплатно. То есть человек приходит как бесплатно, но подписывают акт выполненных работ на 4,5 тысячи, якобы за рентген и за консультацию, якобы это платно. У меня есть соответствующие доказательства, я приобщу в судебном заседании фотографию и видео есть, где зафиксировал, что вот эта профчистка у них идет в подарок, это бесплатно. Тот план лечения, который там на черновике, там на коленках они пишут, это условно говоря, до заключения договора происходит, вот этого рамочного. То есть в рамках бесплатной консультации, бесплатного снимка, который производят, там карточка заводится и тому подобное. К заключению договора это не имеет никакого отношения. Даже если там какие-то подписи и есть, неизвестно вообще в рамках чего эти подписи ставились. Потому что в рамках договора на оказание платных медицинских услуг эти подписи не ставились. Потому что если мы смотрим там, где стоят подписи, там нет ни стоимости услуг, ни названия этих услуг, ни сроки оказания, нет ничего, понимаете. Человек, который туда приходит, который подписывает акт выполненных работ, работ, которые за деньги, за 4,5 тысячи, хотя как платные не оказывались. То есть из этого видно, что люди там находятся в заблуждении. Они подписывают определенные документы и не читают. Вы не оспариваете договор по этому основанию. Я не оспариваю договор, потому что договор ни о чем. Вы идете по другому основанию для взыскания денежных средств, по другому. Да, уважаемый суд, еще раз хочу обратить внимание. В рамках того договора, который имеется в деле, он является рамочным. Он не может быть исполнен конкретно. То есть он просто определено некое лечение на определенную сумму. Но даже срок не указан лечения. То есть если мы смотрим ДОП-соглашение, то уже там с 18.03.2023 года определен срок в течение года лечения. Здесь более-менее хоть срок определили. Хорошо, в этой части вас тоже. Скажите, пожалуйста, по поводу, вот вы пишете, что внесение происходило 273 400 рублей за счет кредитного договора, заключенного в ПАУ-НТС банк. Поясните, пожалуйста, все-таки, как происходило внесение? У нас, естественно, получила денежные средства и потом пошла вносить их в Кристалл? Человек, находясь там, с телефоном, естественно, сообщает СМС-код, который приходит на телефон. И таким образом на него оформляют вот эти кредитные договоры. А когда она пришла 18 марта, она пришла именно с требованием, чтобы вернули ей деньги, ну, расторгали ей договор. Ей сказали, что если вы заплатите вот такую-то сумму, мы, условно говоря, отзовем вот эти вот договоры кредитные. Но оформили они это якобы до соглашения. Но суть была в том, что она просила расторгнуть договор, но от расторжения договора она заплатила... Еще 273 тысячи для того, чтобы расторгнуть договор. Понятно ваша позиция. И, соответственно, она оплатила прямо там, находясь с карточки. То есть это не кредитные деньги. То есть те деньги, которые по кредиту, она их даже не видела. Эти деньги напрямую банк должен был перечислить. Я предполагаю, что перечислил именно в ООО «Кристалл». Но женщина этот договор не оформляла. Единственное, она сообщила работнику этой фирмы СМС, которая пришла на ее телефон. Я поняла. У стороны ответчика КСУ есть вопросы? Вопросов нет, есть пояснения. Присядьте тогда стороны. Пояснения, пожалуйста, по сторонам. Уважаемый суд, представитель САНИ владеет ситуацией, обстановкой, не знает, как это все проходило. Скажите, пожалуйста, вершим. Вот он говорит о том, что это было переведено с банковской карты, но это было внесение наличных денежных средств. То есть истец сама лично внесла в КАС предприятие денежные средства в налички. То есть никакая ни карта, никакие ни СМС, как он говорит. Я уж не знаю, на самом деле, были ли привлечены кредитные средства, как было указано в исковом заявлении, но внесено было наличные денежные средства. Кроме того, говоря о том, что ввели в заблуждение, обманным путем заявление в полицию о том, что были проведены такие действия, нет. Соответственно, я считаю, данный долг не стоит учитывать при вынесении решений. В материалах дела есть чек, введен онлайн пин-код. То есть это подтверждает все-таки наличными, но женщина не таскает с собой такие большие деньги. Это была оплата с карточки, подтверждается чеком, который имеется в материалах дела. Представитель лица говорит о том, что нами был расторгнут кредитный договор. Хочу пояснить, мы не являемся стороной кредитного договора и никоим образом мы не можем расторгнуть его, либо там изменить как-то. Денежные средства были перечислены на наш счет в размере 508.292.11. И эти же денежные средства по письмам ООО «Всегдабда» были возвращены на расчетный счет кредитного договора. Скажите, пожалуйста, те условия, которые были оказаны ИСЦУ, кто оказывал? Медицинские работники, докторы, медперсоналы. Доктору пока называть не можно. Нет, почему? Они указаны, если мы видим, врач Наумова. Вот она делала. Так, когда это еще? Не указано, скажите. Сейчас, секунду, скажу. Это медицинская карта больного. Потом вот сам план лечения подписан врачом Квашко. Значит, медицинская карта стомоэкологического больного. Раз, два, три, четыре. Пятая страница врач Наумова, шестая страница врач Наумова, седьмая страница врач Наумова и восьмая страница врач Наумова. Ну, то есть двадцатого февраля, двадцать, так, восемнадцатого, да, первая явка была, потом была явка двадцатого, потом шестнадцатого марта. И восемнадцатого и двадцать седьмого. Восемнадцатого марта и двадцать седьмого марта. И все это время ей выполняла, оказывала услуги врач Наумова. Оказывалась, все верно. Угу. Сегодняшний день продолжает трудовую деятельность в компании? Уважаемый суд, в настоящий момент по семейным обстоятельствам она не находится в городе Мурманске. Ждем ее возвращения, потому что врач квалифицированный, конечно же, будет работать. Хорошо. Еще пояснение дополнительное есть? Нет, уважаемый. Нет. Сторонация вопросов. Там есть вопросы. Уважаемый суд, я бы хотел все-таки обратить внимание по поводу кредитного договора. Очень существенно имеет это обстоятельство. Вот такой вопрос. Вы говорите, что не являетесь стороной, которая может как-то влиять на условия кредитного договора, то есть на расторжение, заключение и тому подобное. Правильно я понял, что все-таки средства по двум кредитным договорам на счет ООО «Кристалл» поступили из этих банков? Вам представили платежные поручения, подтверждающие поступление данных денежных средств в размере 508 292 рубля 11 копеек. Вам представили с возражениями. Вы можете с ними ознакомиться. То есть, правильно. Тогда следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, а на каком основании эти денежные средства были возвращены тогда? На основании писем ООО всегда, да? О возврате денежных средств. Сторона «Кристалл», которая говорит, что не является третьей стороной, банку указывает, что вернуть, что не вернуть. Вы прочитайте, ознакомьтесь, пожалуйста, с документом и не вводите суд в заблуждение. Это не сторона «Кристалл» указывает банку. Это письмо, получено от банка. Письме четко сказано, четко о возврате ошибанно перечисленных денежных средств. Ошибочно. Я вот немножко не понимаю, как ошибочно. Я не понимаю. Понятия не имею. Привлеките в качестве третьей стороны ООО всегда, да, чтобы они дали пояснение. Мы не являемся стороной договора. Мы не можем никак оказывать влияние на ООО всегда, да. Двусторонний договор. Двух. Документы говорят об обратном. Со стороны третьих лиц было указание в банк о том, что договор кредитный, указывается конкретно номера, не был заключен. Но отсюда я могу предположить, что и деньги были в связи с этим возвращены. Но опять же, если мы смотрим по датам, когда они были возвращены, они уже были возвращены после того, как было уведомление об отказе от договора. Пункт 4.8 в договоре, он ничтожен. Потому что он грубо нарушает права потребителя на односторонний отказ. То есть под условием. У моего доверителя на руках нет никаких документов реальных, которые подтверждали бы, что заключен договор. В электронном виде ли еще каким-то образом. А вы в ООО всегда, да, обращались с заявлением о предоставлении вам соответствующих документов? Уважаемый суд, нет, не обращались, потому что мой доверитель фактически не заключал эти договора. Просто сообщил коды, которые пришли на телефон. Так называемая электронная подпись. А что там оформил и кто оформил, она не знает. Я поняла. Я тогда ставлю вопрос о привлечении ООО всегда, да, к участию в деле в качестве третьего лица с целью истребования у них, соответственно, информация о том, с кем заключен кредитный договор номер КД, номер ВДН 163-662-002-23, 18 февраля 2023 года. Соответственно, выписку по указанному счету, сведения о погашении задолженности по договорам, дата прекращения договора. И второй договор, это номер 0409-IC-4011-7284-89. Нет возражений? Нет возражений. Считаю, что это правильно, потому что мы должны все-таки определить, был ли заключен кредитный договор и каким образом он был заключен. На данный момент всплыло только два кредитных договора. Сколько на самом деле было заключено договоров? Сколько СМС-кодов было сообщено моим доверителям? Ваш доверитель получал СМС-кода, следовательно, он обладает информацией, откуда и какие кода ему приходили. Я тоже еще такая сука, как и вы. Почему вы мне здесь реагируете только что на мат? Я не слышал. А, ну вот видите, вы это не слышите. Это ваш инспективный домен, я вообще не слышал, кто-то материл. Вы сейчас наговорите, я реально говорю, я не слышал. Микрофон пишет все. Возможно, он что-то и пишет, но я ничего не слышал. Он говорит, я предатель. Если я вот такую ленточку нашу, я предатель. Да я еще не ухожу. Так, ладно. Я все ленточки нашу, я предатель. Он мне в Киев отправляет. Сам не хочет поехать, а вот меня. Праздник-то еще не наступил. 9 мая наденьте и по площади пройдете там. А сейчас надо снять. Вам что нужно, граждане? Чтобы вы сняли все, что у меня тут, что порсит. Почему? Я сказал, я не буду снимать. Это символ победы в Великой Отечественной войне. Я не обязан его надевать конкретно на 9 мая. Я его могу надевать тогда, когда захочу. А есть такой нормативный документ, говорящий, что вы имеете права? Что нужно? Чтобы вы сняли. Я сказал, я буду снимать.